В холодные зимние месяцы тепло и забота нужны не только людям, но и нашим четвероногим друзьям. А тех, кому судьба была суровой и оставила без крова, заботятся сотрудники Даугапевского приюта для животных. На данный момент на их попечении находится около 70 кошек и почти 300 собак. У каждого животного своя судьба. У одного никогда не было крыши над головой любящего хозяина, у другого когда-то был свой, самый лучший человек на свете, но он ушел из жизни. Кого-то предали, равнодушно выбросив на улицу. В приюте обо всех хвостатых хорошо заботятся, лечат, кормят и, если повезет, находят новых хозяев. Проще всего с малышами. На данный момент ясли приюта пустуют, все котята и щенки пристроены. К сожалению, бывает и так, что после усыновления животные возвращают, или ему очень трудно найти новый дом, потому что предыдущий опыт оставил глубокие шрамы в характере и поведении. Некоторые собаки и кошки живут здесь годами, однако тут ни на ком не ставят крест и до последнего борются за положительный исход. Соуправление финансирует содержание, питание и лечение животных, но эти средства ограничены. Любой неравнодушный человек может помочь приюту поддержать и спасти как можно больше четвероногих. Начинает холода наступать. Мы всегда благодарны любой помощи, одеяла, продукты какие-то, которые могут пригодиться животным, сухие корма, консервы, натуральная какая-то пища. Всегда всем мы очень рады и благодарны нашим, кто нас поддерживает, жителям. Они очень активно на самом деле нам приходят, помогают, гуляют с собачками. Конечно, в условиях пандемии это все немножко ограничено, но все равно, у кого есть желание помочь, могут созваниваться, и мы, как говорится, уже решим, как это к нам прийти и как можно помочь. Ну а так, конечно, в преддвериях праздников хочется пожелать всем здоровья прежде всего, чтобы все мечты сбывались, чтобы все близкие были рядом, все были счастливы и чтобы все было у всех хорошо. Познакомиться с жизнью обитателями Даугапевского приюта для животных можно на сайте www.labsdraugs.lv. Стоит помнить, как бы хорошо сотрудники приюта не заботились о животных, лучший подарок – это безопасный дом и любящий хозяин. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапевской городской думы.